Георгиевскую ленточку не стоит прикреплять на сумку или головной убор. Ее место на одежде на левой стороне груди. Если вдруг кто-то у кого-то тянется рука прикрепить на сумку, просто вежливо напоминайте о том, в какое место можно ее прикрепить, а в какое нельзя. Короткий инструктаж и вперед на раздачу ленточек. В этом году, накануне Дня Победы, в акции «Георгиевская ленточка» приняли участие волонтеры Подмосковья и ученики шести школ Сергея Посадского округа. Среди них 5-я гимназия, 1-я школа и школа Загорских Далей. Ребят сегодня около 40 человек. И они все в четыре направления по городу у нас проходят в разные зоны, чтобы всех жителей и всех гостей города охватить и всем раздать ленточки. Шли от Длинной горы в сторону вокзала Воробьевской к мемориалу славы бульвару Кузнецова. Ой, какая красота! Спасибо, девочки! Спасибо! В этом году к акции подключили около 19 школ. В течение недели ребята раздавали ленточки рядом со своими учебными заведениями. В целом за всю акцию раздаем 20 тысяч ленточек. Это около 6 километров георгиевской ленты. Больше мы, по-моему, еще ни в один год не раздавали. Акция «Георгиевская ленточка» проходит с 2005 года. Сама георгиевская лента появилась еще при Екатерине II вместе с орденом Святого Георгия, высшей воинской наградой Российской империи. Она же по внешнему виду и сочетанию цветов соответствует ленточке, которой обтянута орденская колодка к медали за победу над Германией в Великой Отечественной войне. Екатерина Фурсова, Дмитрий Зайчиков, программа «События». Субтитры создавал DimaTorzok